Как сообщил Иван Василевский, оборудовано 16 палаток на 190 мест. В лагере есть все необходимое для того, чтобы обеспечить минимальный комфорт задержавшимся в очереди водителям и пассажирам автотранспорта. Очередь в порту Кавказ достигла полутора тысяч автомобилей. В ходе рабочей встречи также шла речь о социально-экономическом развитии Темрюкского района и о том, как выполняются поручения губернатора, в частности, по решению одной из самых острых проблем – водоснабжения. Водоснабжение улучшилось. Как раз в этот курортный сезон мы держим такие уровни. Раньше этого не было. Но мы освоили 260 миллионов рублей из 400, которые были выделены. Завершили проектирование МТ-2. Это основной магистральный водопровод, который протяженностью около 15 километров. И он позволит еще на порядок поднять устойчивое водоснабжение. С учетом той программы, которая сегодня есть, она принята совместно с краем, выделены средств, краевого и районного бюджета. Я очень надеюсь, что в ближайшее время этот год и следующий будет решающим. Что мы обеспечим надежное, стопроцентное покрытие всей территории Темрюкского района водой. Строители уже заменили 9 километров Таманского группового водопровода. Задача, которую ставит губернатор, чтобы воду без перебоев получали жители даже самых отдаленных сел района. Решение проблемы водоснабжения повлияет на развитие сельского хозяйства и курортной отрасли. Особенно это касается винного туризма. В Темрюкском районе он активно развивается. Местные власти намерены выделить бизнесменам дополнительные площади для виноградников. Тем более, что те, кто производит вино из настоящего винограда, сегодня могут рассчитывать на поддержку от государства. Последнее решение правительства в плане поддержки отрасли виноградовства, виноделия. Здесь, безусловно, нас услышали, виноделов, администрацию края. Мы неоднократно с этими инициативами выступали. И очень надеюсь, что все винограды почувствуют. Это и финансы по помощи, это естественная юридическая поддержка, правовая в вопросах производства, в вопросах защиты интересов кубанских производителей. Помимо туризма, хорошими темпами в районе развивается и промышленность. Успешно реализуются крупные инвестпроекты, растут экономические показатели. За год Темрюкский район вошел в десятку самых развитых краев. В муниципалитете принята программа комплексного развития территории. Она рассчитана на пять лет и разработана по типу тех, что сегодня действуют в Краснодаре и Сочи.